Девушки отдыхают Чтоб отца порадовать По физике у меня пять По математике Тройка Двойка только по пению Но это в клубном кружке Со всех сторон ребят туда собрали И заставляют петь А у меня совсем нет слуха Зачем я вообще Без слуха нужен, не понимаю Кому нужно говорить? Да учительница пения, которая из города Вот этой Которая в штанах ходит И волосы рыжие тоже мне Это правильно, что заставляет Может и появится слух А то как без него? У меня тоже сперва не было Это в прошлом веке А потом я был солдатом И поручик заставлял меня петь Знаешь, какой слух появился? Всю жизнь с тех пор пою Ну А вот эти Как их называют? Ну, те, которые летают выше Космонавты? Ага, космонавты Они их тоже поют Хотя говорят, там нет воздуха Как это они там без воздуха, не знаешь? Они воздух с собой возят После института я мог поехать на другую стройку Ну, а тут начали эту ГЭС И отец здесь один оставался И получилось все как в сказке И дом под боком И работа увлекательная А не скучно тебе здесь? Нет К тому же с тобой познакомился И такое бывает в сказках И вообще здесь все сплошная сказка Знаешь Никогда не представляла себе Что красота Может нагонять на человека тоску Наверное, все это для туристов Посмотрели и уехали Город Ужасно здесь медленно все течет Медленно встает солнце Медленно тянется вечер От этого медлительности устаешь Вам погляди на Зорека Как медленно он возвращается из школы Поживешь так, поживешь И вся жизнь пройдет Ничего не узнаешь Ничего не увидишь Повернись Ну сделаем поуже Ну как, тебе нравится? Да, тебе Мне нравится Ну вот Иди с ними платье Дошью потом Ага Иди с ним платье Продолжение следует... 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 Да, иначе жить немыслимо. Продолжение следует... Доброе утро, Мартиан Рубинович. Доброе утро. Вчерашний приказ еще не в типографии? Нет пока, я его сейчас отправлю. Подождите, сядьте. Это дополнение по управлению Карамяна и Вартанова. Там есть приложение, но нужно вынести и в текст самого приказа. В третий раздел. Да. Слушаю. Да, я. Здравствуйте. Да, в курсе, конечно. Там нужно будет изменить, соответственно, нумерацию остальных пунктов. Ничего не выйдет. Шоссе никакого отношения ко мне не имеет. Это по вашему ведомству. Я отвожу дорогу только к самой стройке. Нет, на ремонт этого участка я не потрачу ни копейки. И не подумаю. Гидрострой не дойная корова. Я и так достаточно строю для республики за счет союзного бюджета. Пожалуйста, говорите. Шестым пунктом. Закончить строительство следующих объектов. Материальный склад в ноябре. Автостоянку на 50 машин в июле. Нет, почему? Слушаю. Все равно ничего не выйдет. А вот если вы к сроку не издадите этот участок и задержите мне работы, то вам крепко влетит. За это я ручаюсь. Да. Да. Всего доброго. Так. Противопожарные резервуары. Если у тебя не срочная, Казарин, зайди после двух. Я должен ехать в совет министра. Срочная? Четыре штуки. В июне. Цементный склад на тысячу сто тонн. В ноябре. Все. Ну что, что у тебя? Дела неважные. Все с этой дополнительной оплатой экскаваторщиков. В общем, неожиданного ничего нет. Перерасход по участку Арменияна. 167 тысяч. Я знал, что все кончится этим. Наложат арест на наш счет, если в этом месте не покроем. Ну ладно, ладно. Ты не очень пугай. На нашу вторую телеграмму относительно дополнительных фондов. Главк еще не ответил? Увы, нет. Возьмешь эту сумму у Вартанова. Он все равно в этом квартале все свои фонды не освоит. Так это же, ведь потом придется отвечать за это. На что, впервой? Понятно. По вашему тезису, молодым наступать, а старикам... Вот, вот. Послушай, Бабкен. А не мечтаешь ты проснуться однажды утром и узнать вдруг о себе? И исполнитель ты, и контролер. В одном лице. Единственная твоя забота быть чистым перед собственной совестью. И действовать с умом. Увы, не мечтаю, Вартан Рубенович. Я ведь не поэт, не мечтатель. Строитель. Так что, фокусник уж скорее. А меня, видишь, иногда заносит и в мечты. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok Самый день. Куда ты собрался? В Ереван. Что мне тут делать? А там что? Ты подумай, как же ты там один? Разве тебе не все равно? Нет. И ты это знаешь. Помнишь, когда ты приехал, ты сказал, что у тебя нет семьи. Ты говорил, что мы будем жить втроем. Помню. Ну а как же эта повариха? Ты ведь женишься на ней. Почему ты называешь ее эта повариха? Тебе Тася не нравится, разве? Я ведь знаю, что это не так. Я думал, что с ней всем нам будет лучше. Мы с тобой об этом еще не говорили. Но я бы не пошел на это без твоего согласия. Видишь ли, когда-нибудь ты поймешь, что в жизни бывают очень сложные положения. Когда-нибудь ты поймешь и то, что ни при каких обстоятельствах мое отношение к вам с Назели измениться не может. Мы будем жить так, как вместе решим. Только никогда не поступай так. Ладно? Давайте. Дай-ка. Петахту не трогай. Хватит, отец. Тебе никто не позволит здесь оставаться. Как ты себе позволяешь со мной таким тоном разговаривать, Бакур? Прости, отец. Все, ребята, закрывайтесь. Начните там потихоньку разгружать, а я подойду. Не знаю, что ей говорить, ему ничего слушать не хочет. Поспокойней ты с ним. Время еще есть. Поехали. Ты не должен меня осуждать, сынок. Село, где ты родился, где я родился и отец мой родился, это наше село. Полтора-сто лет назад семь семейств пришли сюда. И мы среди них. Теперь здесь никого не осталось. Вымерли, а кто уехал. В эту проклятую войну погиб последний. Мы с тобой только уцелили. Ты молод, и ты будешь долго жить. Потому что кость у нас крепкая, а мой век, сынок, давно уж кончился. не смогу я жить там наверху, не видеть больше этого села. Как могу я проститься с кладбищем? Ведь там похоронен мой отец, там лежит твоя мать. Ну, куда же я уйду от этих могил? Я ведь понимаю, что ты можешь сказать. что я отстал от вас, что теперь по-другому живут. Строят дома, заводы, электростанции. Наверное, это хорошо. И все старое затопляют водой. Все спешат куда-то, некогда всем. Забывают даже вспомнить, откуда родом, кто они, зачем живут. Наверное, сынок, я этого уже не пойму. Может, я стар слишком, но начинать все сначала на новом месте, это пусть другие, а я не смогу. Нет, нечего мне делать там. Ты скоро женишься. Пусть будет светло и тепло твоим детям в новом доме, а я, сынок, останусь здесь. Никто тебе не позволит здесь оспаться. Затопление села, тело государственное. Субтитры создавал DimaTorzok пианино привезли. Прямо и налево. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За сменним мастером беги, на верху там трещина, боюсь, может быть завал Скорее! Вася! Там навергу трещина! Говорят, говорит, завал может быть! Кончайте работу. Всех оттуда! Гарагин, эй! Гарагин, ты слышишь? Гарагин, ты слышишь? Открой глаза! Ну, Гарагин где? Ты же был с ним! Говори же! Ребята, помогите! Нашите парню в воздух, а я туда! Гарагин там остался! Куда? Нельзя! Уйди! Тогда что же? Может, вышли на пласт с обилием грунтовых вод? Никаких признаков не было. Я думаю, даже после дополнительного крепления проходку надо приостановить. По данным проектировщиков, тут скальная порода. Пусть сами и разберутся. Это само собой. Сейчас же свяжись с Ереваном визове главного инженера проекта. Пусть приедет немедленно и не один с геологами. Что они там, черт их побери? Проектируют слепую, что ли? Позвони в больницу, узнай состояние людей. Звонил уже. У Ахатова перелом ноги. Это тот молодой проходчик? Да. Гарагин тоже легко отделался. А вот с Ананеном хуже. Что говорят врачи? Предстоит серьезная операция. Черт знает что! Человек лезет под завал и его не могут остановить! О чем думаете? Алло! Какой-то бешеный он. Очвернул меня. Хорошо, хоть быстро его вытащили. Ненормальный какой-то. Ненормальный в забой не пускают! Он же полез Гарагина спасать. Может, подвигом это еще назовешь? Бессмысленные геройства мне здесь не нужны! Мне нужны четкие согласованные действия с соблюдением всех мер безопасности! Ну, а выходка от СЭПа, ну, случается же! Когда речь идет о работе в забое, тем более о действиях в аварийной ситуации, такого рода случайности быть не должно! Короче, так. Сменному мастеру будет объявлен выговор. Начальника участка строгий. Что касается Ананьяна после выздоровления от работ в забое отстранить! Я категорически против. Да какого черта против? Речь идет о жизни людей! Это все верно, но ведь... Повторяю, от работ в забое отстранить! Вартан Рубенович, вы слушайте меня. Обсепу сейчас нужно доверие. Это ведь был добрый, человеческий порыв, может быть, первый в его жизни. И он должен почувствовать, что люди оценили это. К вам пришли там, по проходной. Пподи… Привет! Иди. Пропусти его! Теперь все сделано. Сегодня не учитесь? Нет. Ну как там наши? Послезавтра заедут к вам. Дядя Горегин говорит, что вообще лучше вас пореже навещать. Что-что? Чтоб вы по стройке соскучились. Садись. Это хотятур послал. Ну зачем вы носите? Поешь. Ешь. Не буду же я один. Ешь. Тася сделала. Заходит она к вам. Я тебя спрашиваю. Какой же ты эгоист. Хачедура не любишь. Как я могу его не любить? Он же мне все равно, что отец. Только у твоего отца была жена. Твоя мать. Плохо. Когда в семье нет женщины, ты когда-нибудь это поймешь. Да будет поздно уже. Почему поздно? Постареет. Тогда Хачедур. Вот когда ты женишься и проведешь в его дом жену, он обрадуется. даже если ты проведешь какую-нибудь глупышку, потому что он тебя любит и согласится на все. Это я знаю. А если еще поймешь, что тася не глупая, другой такой вам не найти. Да знаю, я понял. Зачем мне еще объяснять? Думаете, легко мне? Что ж по-вашему, просто так взять и сказать. Ты можешь жениться. Я не возражаю. Ты прав, пожалуй. Так не скажешь. Слушай, а может, ты бы с ней пошел поговорил? С кем это? Стасей? Ну да. А чего? Скажи, чтобы забрала вещи и навсегда осталась у вас. Нет. Этого я не смогу. Не хочешь? Или неловко тебе? Она к нам не придет больше. Ощибаешься. Придет. Это я тебе говорю. Придет. Может, не сразу, но придет. Да, забыл. Хотя тур прислал вот. Тут про вас написано. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин КОНЕЦ КОНЕЦ А мы не опоздаем? Машина уже ждет нас. За 15 минут доедем. Пожалуйста, Вождан Рубенович. Спасибо. Тут все, что вы просили подготовить. Спасибо. А список представленных в награде? С этим, думаю, успеется, Степан Геворкович. Пришлем дополнительно. Ты и себя не забудь вставить. Ну, если не в самое начало списка, то куда-нибудь выше середины. Я скромный. Могу себя поставить и в самый конец. Ничего со мной не случится. Не то, Вартан Рубенович. Каждый должен быть на своем месте, даже в наградном списке, иначе не определишь, у кого больше заслуг. Нивелировка. А хуже нивелировки в оценке заслуг. Ничего нет. И все же зря вы летите. Ведь пожалеете ехать в командировку в пятницу. Вартан Рубенович, жаль, конечно. Хотелось бы остаться. Поздравить вас. Да. Да ведь не одни же твои объекты в республике. Вот вернусь из Москвы, подлижу, как ты начинаешь новые строить. Это ведь тоже интересно. А может, все же уговорю? Нет. Упрям я. Между прочим, от тебя научился. Да ну? Не хотел я ничего сегодня тебе говорить. Не под настроение было по случаю ваших успехов. А ты идти впрямь. Не покладец стал в последнее время, Вартан Рубенович. Напорист. В чем же? Ну, в разном. Вот, кстати, и в этом вопросе о пересмотре категории породы и оплаты экскаваторщиков. Докладывали мне. А протестовываешь заключение комиссии. А протестовываю. А к чему? Ну, что вдруг за проблема? Перерасход по фонду заработной платы? Бывает. Пошли же тебе навстречу. Разрешили покрыть перерасход. И претензий тебе никаких. Стройку кончаешь с честью. Так не я заударился в амбицию. Требуешь коренного пересмотра. А ведь знаешь, и боди порой не всесильны. Знать-то я много чего знаю. Но, видимо, старею. И все чаще начинаю задумываться, до каких пор мы будем не всесильны. До каких пор? Если уж говорить шире, потому что за этой мелочью стоят вопросы посложней, мы будем строить и планировать без учета реального положения вещей. Мы многое терпим, приспосабливаемся, говорим о научном подходе к делу, а по сути не умеем рационально, да и просто таки профессионально предвидеть и планировать. Но этот Вартан Рубенович уже пошел нам в общение. А разве в обобщениях есть грех? Ведь за обобщениями следуют практические выводы, если, конечно, следуют. Ведь задуматься, во что нам обходятся все эти перенапряжения, изворотливость, утряски, связанные с несовершенством планирования. Кто им ведет учет? Конечно, если говорить вообще, несовершенств еще действительно много. Красиво, черт, садится. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос этот большой, серьезный. И сходу его так не решишь. Вопросы эти назрели, Степан Георгиевич. И с ними нам тянуть уже нельзя. Институты проектируют производство работ, а механизмы закладывают те, что дает наша промышленность серийно. Ну, как можно? Спасибо. Повсеместно планируются одни и те же машины, без учета конкретных особенностей. Будут ли, к примеру, они работать в равнинной полосе или, скажем, на высокогорье? Будет ли, к примеру, отсыпаться земляная плотина или каменная набросная? А в результате? В результате, необусловленные реальностью сроки строительства, их снятная стоимость. Значит, вместе с проектом строительства нужно создавать и механизмы, приспособленные к данным условиям. Спасибо. Это не фантастика. Это сегодняшний день. И объективные условия, вы лучше меня знаете, для этого есть. Объективные условия это еще не все, милый Вартан Рубенович. Дорого. Верно, такие механизмы обойдутся дороже серийных. Но зато эффект от их использования, рентабельность в государственном масштабе, это не сиюминутная окупаемость. Это расчет выгоды на много лет вперед. Это далекий взгляд в перспективу. Вот эти тяжелые самолеты тоже когда-то казались чудовищно дорогими. Однако подумали, прикинули, и уже строим сверхзвуковой гигант. Не из-за одного, наверное, престижа. Ты что ж думаешь, Вартан Рубенович? Ты один ломаешь над этим голову? Проблемы эти у нас на повестке дня. Так давайте вместе ломать голову. Только уж порешительней. Зато и зарплату нам дают, чтобы думать широко и смело. А не только, чтобы ругать людей за срывы или благодарность им объявлять. Ну, ежистый стал, Вартан Рубенович. В кого такой пошел? Старикой, ведь я твоих помню. Мягкие, кажется, были. Это ваш. Ага. Ну, будь здоров. Есть у меня один молодой начальник участка. Это в Зангезуре, где мы были с вами позавчера. Так вот. Правда, искатель и упрям, как черт. Вот в него я пошел. Приглядываюсь всякий раз к нему, вспоминаю свою молодость и стыдно становится стареть. Ну и прекрасно. Пока. Счастливо. Здравствуйте. 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 В чем дело? Что-нибудь случилось? Да, отец. Что? Упрямится старик. Что ж, не смог уговорить отца. Ничего не выходит. Я пытался. Говорит, не уедет оттуда. Придется увозить силой. Наверное. Придется увозить силой. Сегодня, говоришь? У меня я ничего не мог придумать. Когда, по расчетам, вода достигнет домов? Дня через три-четыре. Ну ладно. Чего ты молчишь, отец? Ты пойми, зачем мне это надо? В поселке необходимо разбить парк. Парк с деревьями, с цветами. Мне на это специально деньги отпущены. В каждом новом поселке я должен это делать. А вот кто за это возьмется? Я слышал, будто в вашем селе ты отец из самого старого рода. И будто ты говорил, что у вас людей, умеющих по-настоящему ухаживать за деревьями, кроме тебя, больше никого не осталось. Говорил? Говорил. Ну и что? Ну да как, по-твоему? Можно здесь вырастить сад? Ты можешь? Мне нужно твое умение. Твои руки. Силы нет в них. За пятьдесят лет ушла вся в эту землю. Ошибаешься. Силу, которую мы отдаем земле, она нам возвращает. Да и какой в этом смысл? Ведь через двадцать-тридцать лет вы все опять здесь перестроите. Ведь вас уже не удержать. И от того сада тоже следа не останется. Я не знаю, что будет через тридцать лет. Жить буду, строить буду. Надо будет, затоплю этот сад и выращу новый. А ты вырастил один сад для себя. И уже умирать собрался. Рано, отец. Ты посмотри, какая это земля. Старая она. Я хочу, чтобы мы ее омолодили, обновили. А меня ты можешь омолодить? Нет. У природы свои законы. Ты верно сказал. Старая. Эта земля бесплодна. На ней сада не вырастешь. Состарилась. Не будет от нее никакой пользы для людей. В ее жилах давно уже остыла кровь. Такой она и ума. Эту землю не трогала рука человека. А мы воды ей дадим. Жаждущая земля. Жаждущая земля. Такой я прекрасный. Фондю minute. Понятное. Этим. Эту дère. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гес, маленький мир, твой и уже не твой. Единственное утешение, что впереди всегда новая стройка, а потом опять новая. И не будет им конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok